Срок жизни абхазских премьеров недолг. Среднестатистический глава правительства живет один год и четыре месяца. Это не субъективная оценка, это сухая статистика. За 23 года в нашей стране сменилось 17 премьер-министров. И вот что интересно, по списку премьеров и времени их нахождения в кресле можно судить в том числе и о размере финансовых вливаний в страну. Труднее всех пришлось первым абхазским премьерам военного и послевоенного времени. Блокада и пустая казна. Полегчало до двух лет, когда Россия стала оказывать некоторую неофициальную финансовую помощь нашей стране. Самый долгий срок удалось отсидеть тем, кому повезло с серьезными российскими вливаниями, что, кстати, никак не сказалось на экономическом развитии нашей страны. Но вливания уменьшились и премьерские сроки жизни снова приблизились к поствоенному уровню. К чему я обо всем об этом говорю? Да к тому, что премьеры в Абхазии делают не профессиональные качества, а финансовые потоки, в ожидании которых их происходят в нашей стране митинговые страсти. Принимая во внимание все эти обстоятельства, надо сказать, что недавно подавшему в отставку премьеру Артуру Меквабиа еще долго удалось продержаться в должности. А если учесть его почти революционную попытку упорядочить систему налогообложения и пополнить бюджет за счет собственных средств, то удивительно, что его вообще не снесли вместе с креслом. На мой взгляд, именно попытка введения НДС стоила ему премьерской должности. Но я не про Меквабиа, я про очевидность. Это очень плохая традиция, непозволительная роскошь для нашей страны под давлением оппонентов, сторонников и третьих сил менять премьера каждый год. Даже не дав оценки его деятельности, не проанализировав плюсы и минусы. Потому что механическая смена чиновников может принести только кратковременный эффект, к тому же неэкономического характера. И через полгода, год, если пойдут финансовые вливания, фигляры от политики будут снова закидывать страну заявлениями и найдут повод для проведения митингов и штурмов. Чтобы всего этого избежать и дать стране шанс на развитие, нужны системные преобразования. Очень обнадеживает, что президент Хаджимба на недавнем брифинге для журналистов подчеркнул свою готовность к их проведению. Проект закона о госслужбе, насколько я понимаю, давно поступил в парламент. Депутатам надо только отвлечься от подковерных игр, связанных с кадровыми вопросами, и довести до ума документ, который дает надежду нашему обществу на отбор госчиновников на конкурсной основе. Кстати, одновременно, если отвлечься от приватизации внешнего вида отдыхающих, можно еще успеть принять решение о перераспределении полномочий между президентом и парламентом. И тогда не надо будет на каждой сессии объявлять ввод ум недоверия премьеру и устраивать выходящие за пределы приличия разборки чиновникам. Мяч на вашей стороне, господа народные избранники. Возьмите на себя это право и несите за него ответственность. Я так понимаю, что впервые в нашей истории глава государства готов делиться полномочиями. Так что шанс есть, если он будет упущен, поминать добрым, тихим и ласковым словом мы будем нынешний состав парламента. Поименно. Субтитры подогнал «Симон»